ребят всем привет рада видеть вас на своем канале надеюсь вы тоже рады меня видите рады меня слышать и знаете поговорим мы с вами о уральском канале буквально пару минут стрим я просмотрела весь и конечно же обзор на него будет и не в 10 роликах в одно но если честно один момент меня просто убил это сколько зверства ребят сколько зверства сколько ненависти у этого молодого человека по имени сафар ребят я в полном шоке что это было ребят скажите он правда был адекватный или и не знаю я просто ну я видела вот это вот постоянное его какое-то поведение непонятное то что он там то чешется то нервничать то бегает то подскакивает то начинать смеяться как-то дико не по теме но здесь я конечно же этот момент и весь зафиксировала да как прямую угрозу но жизни не жизни тут непонятно чем пытался показать да этими движениями в чем он мне угрожал что он хочет расправиться со мной до стучав я эту вишню или что он этим хотел сказать или ему уралки мало или это вообще угроза насилия ну в общем компетентные органы посмотрит в чем угроза именно вишни в чем но явно что физическая угроза да он я эту вишню эту вишню сафарка ты чё такой нервный ты чё такой нервный ребят меня уже какая-то жалость куралки стала вы представляете если она что-то не так там ему скажет вспылить да на него вы представляете как он может на нее орать мне уже порой кажется что она сама приплясывает ему это какой-то кошмар это столько ненависти почему откуда это ребят ненависть скажите неужели от счастливой жизни или просто от страха от страха женщин которые делают обзор на его канал это от страха его так колбасит я понимаю если бы это было до ложь да какая-то да то ну не реагируй ну плюнь ты кричат там да мы не смотрим мы обзорщиков не смотрим мы вообще никого не смотрим нас ничего абсолютно ничего не интересует да а здесь прям я говорю прям колбасить не на шутку и чем чаще он выходил до куда-то тем заходил и больше было невменяемости в глазах просто невменяемый человек просто страшно страшно находиться с таким человеком рядом стрим конечно же он скроет скроет либо этот кусок стопудово он вырежет но этот кусок у меня есть этот кусок у меня есть не только этот кусок но да следом он конечно же меня рассмешил что вишня походу влюбилась в него мама дорогая помогите в кого в кого-то можно влюбиться скажите в кого говорит муж ее убьет до моего мужа не заменит мне никакой сафар знаете я вот прихлебателей терпеть не могу которые сидят под юбками у женщин и не пытаются сами заработать не копейки я терпеть не могу такого сорта мужиков я понимаю когда человек действительно не может работать если он болеет если инвалидность группа но человек все равно что-то пытается пытается как-то заработать даже на дому что-то делать что-то может мастерить или где-то все же там подрабатывает еще но здоровый мужик который возомнил себя блогером да и по сути за день клепают поскольку там роликов они уже наклепали и три у них там в запасе и висят на которые якобы нельзя делать обзор вы серьезно вы серьезно не смешите мою пятую точку деловые таки обзор на них делать нельзя обозревать их нельзя рассмешили ребят ну я правда я в шоке шоке от того что сколько зверства у этого человека сколько зверства это вообще что-то чем-то а еще мне было ребят смешно от того что ой посмотри на себя какая ты там страшно и займись собой мама дорогая помогите помогите оль ты серьезно ты мне это говоришь ты мне это говоришь и кстати заметьте я никогда не сказала что она страшно и никогда я никогда об этом не говорила наоборот я знаете рассматривала ее постоянно и всегда говорил что ну смазливая женщина почему запустить себя до такой степени чтобы набрать такой огромный вес помните и кто-то будет говорить про оскорбление кому ты говоришь весь стрим внимание обзорщиком а особенно вишни ребят но это неспроста это просто от страха просто от страха угрозы постоянные упоминания что о них там кто-то говорят но если вы такие святоши если вы такие добрые такие шелковые шушь вы постоянно твердите одно и то же одно и то же что все обзорщики такие прям помойники вот говорит она снимает мы не будем выставлять новые ролики так она в старых будет в говне копаться то бишь поняли да что у них там говно в дерьме до в грязи копаться сами признали что канал у вас грязный с враньем кругом одно вранье чё нервничать если вы врете бесконечно вспомните новый год что-то как только что-то кто-то напишет вам про дигаванье мигом все подчищается чтобы люди которые приходят к вам об этом не дай бог не узнали ну так гуляют видеоролики про ваши дигаванье никто их не удалил у вас же висит ваша объяснялка у вас же найти могут и почитать скроете другие люди не скрывают а рассказывают о вас все равно рано или поздно это всплывает и люди уходят ну то что к вам там они приходят я не удивляюсь потому что пишут в основном комментарии люди которые полные которые тоже страдают проблемой суставов они тоже приходят как будто ищут таких же как сами что здесь такого ну приходят да но очень много накруток очень много ну и причем приходят люди да когда тоже ждут и думают ну действительно ли это правда или сериал где такое чудо посмотреть люди писали дельные комментарии которые тут же тут же ребят смывались моментом просто в один миг с какого перепугу и никто там не оскорблял в комментариях никто как сафар сказал мы не хотим чтобы вас нас оскорбляли не это урал очка сказала что значит создавайте свой канал да и что хотите там то и делайте это наш канал мы будем что хотим то и будем делать нормальные комменты нормальные комменты и еще урал очки было запрещено отвечать на некоторые комментарии которые которые случайненько случайным образом вдруг она зачитала круче ребят это просто трешняк да просто трешняк я такого зверства такой агрессии прям вы знаете вот неадекватный человек просто самый настоящий неадекватный человек адекватности я там не увидела и чем чаще он выходил тем приходил он просто с какой-то яростью с какой-то ненавистью ребят это что короче я в шоке ну обзор выйдет подробненький в одном видео не в десяти видеороликах в одном стрим я посмотрела все моменты уловила ну а к вам вышло просто поделиться да что после стрима желание было бегом бежать в душ и помыться после этого гнева после этой грязи после этого бесконечного вранья после этой наглости еще мы с вами поговорим на тему благотворительности просто в отдельном ролике ребят но сейчас я буду заканчивать как всегда спасибо вам огромное за поддержку вы самые классные самые юморные самые настоящие и каждому из вас огромное-преогромное спасибо ну и прекрасного настроения позитивных эмоций плодотворной рабочей недели обнимаю мои хорошие вас пока пока